друзья всем привет сегодня у нас 20 января вчера было крещение вот январь и зима в самом разгаре но мы с вами в канаде конечно и получается такая ситуация значит почему я снимаю хочу проверить поговорку наверное они что-то знают в общем получилось так я сейчас еду на работу воскресенье но у меня как бы рабочий день сегодня 9 30 утра и ну в канаде есть такое понятие как snowstorm типа как снежная буря снежный шторм по нашему это снегопад снегопад не ложись мне на косы получается ситуация такая почему снимаю потому что был большой ажиотаж все об этом говорят говорят что будет очень сильный snowstorm за последние там не знаю лет там наверно 10 или 12 и местные очень не беспокоены и даже выгребают все из супермаркетов запасаются всем продуктами тарятся в магазинах саша была вчера в этом суперсторе в атлантике говорит очереди такие аж туда до короче до фармасе кто знает там короче аптека в другом углу магазина почти вот супер этот костка тоже очереди отказ туда аж до мяса тоже там в конце в углу выложена как правило через весь магазин с телегами со всеми этими тролли короче с этими народ там забит вот такие кучи нагребают всего и видимо они что-то знают я взял регистратор собой лежит у меня в рюкзаке а и получается так что где-то он будет начинаться сейчас я вам скажу сколько у нас сейчас градусов ниже нуля не скажу сколько через градусов ниже нуля и как пройти библиотеку так ну давай показываю минус 14 показывают минус 14 обещают ну обещают обещают ночью плюс три и там еще дальше потепление но значит где-то из часов двух начнет валить снег конкретно и там будет в час около 10-15 сантиметров вроде бы говорят что будет насыпать и потом это все под конец полирнет еще фризи рейн это будет дождь идти который замерзает на лету вот все машины там всего вокруг будет во льду во льду такой будет сплошной каток и у меня сотрудники говорят все если там будет сноу торм я не выхожу или там но они живут как бы за городом кто ну как не все в городе тут понятие город за город тут большой частный сектор может быть как бы и это считается город но это как с другой стороны это как уже полусельская местность там но одни частные дома и километров там 10 но и получается что дороге там чистить надо они сами их чистят у них нету это снова риму вал этого вот ну лопаткой лопатка если это все упадет а потом еще зальет сверху водичкой и замерзнет получается такой хороший как бы сэндвич который надо долбить ломом и вот они дома будут сидеть ждать сноу-сторма чтобы этот снег успеть очистить раскинуть потому что подъезд к дому там где машины стоят это все надо очистить чтобы потом можно было как-то заехать ну вот так территории большие как бы все это больше но в прошлом году опять бы тоже были эти сноу-стормы там пару раз и как бы ну и шеем скажу конечно у нас во дворе тоже типа арентал и во дворе у нас это территорию чистят поэтому но просто много снега вот посмотрим я не знаю посмотрим чего боялись местные и стоит ли этого бояться вот это будет очень серьезность ноу-сторм хотя честно скажу когда был один из ноу-стормов я ехал но часто показывала там пробуксовку мне на этом чтобы срабатывала и не или и спи срабатывал а вот мы короче ну доехал ну и снег ну как вам сказать когда выпадает снег все обычно радуются ехать едут в горы кататься на улице потому что снег не в городе люди привыкли комфорту и хотят жить чтобы все было четко чисто и все и небольшой там какой-то дискомфорт минус там снег падает они конечно у них уже глаза квадратные и они уже кричат сноу-сторм переживать но посмотрим вот я говорю я взял регистратор вот у меня есть крючочек кручочек я если нас всех с работой в два часа как бы отпустят скажу что окей go то тогда я и будет уже сноу-сторм я буду ехать домой я засниму кусок покажу вам какая дорога что такое за сноу-сторм потом еще паре по результату уже этого сноу-сторма еще попробую снять выйти там показать что фризи рейн как она выглядит как она замерзает и чего все боятся местные почему почему все валом валили в супермаркет а я еду на работу сейчас уже в 935 мне нужно уже заводиться я заговорился и чухаю на работу ребята затем всем пока не переключайтесь снег уже пошел сейчас я вам покажу но вы видите да что идет снежок но это куча снега который просто нагребли за все время уже весь снег тоже не успевает вывозить потом он по чуть-чуть растает потому что будет плюсовая температура просто мне нравится в домах бейсменты сухие в подвалах воды нет столько снега воды нет потому что как-то сделано по нормально но окей ребята всем я поехал на работу всем пока до встречи и я вам покажу что будет по результату по концовке по концу дня ребята у нас сейчас 3 30 не у нас без десяти четыре я вышел с работы пришлось раньше уйти сейчас на стоянке нашего колл-центра ездят там трактора что-то там расчищает но потеплело значительно и сыпит крупа сыпит крупа с неба такой как ну действительно ледяные шарики фризерейн замерзший дождь но он не замерзает на машине смотрите чистые стекла ну да сня конечно подсыпала стекло чистое вот эта крупа вот это фризерейн ну все равно у нас все разошлись хотя клиенты еще конечно контактировали там ну короче продаж было мало только одна ну такой пришлось ехать домой вот такая ситуация ребята канада 20 января вечером еще постараюсь снять вам что у нас происходит в конце дня когда ну в пять часов должен быть самый сильный фризерейн а сейчас я поставлю на века этот видеорегистратор и запишу немножко дорогу назад но дорога такая конечно снег сантиметров пять толщины выпала снега вот этой крупы машины ездят ну все но народ разъехался автобусы перестали ходить потому что говорят небезопасно ну раз небезопасно то наверное небезопасно ну посмотрим еду домой сейчас будет дорога ребята сейчас у нас без 20 10 вот такие потоки воды у нас сейчас плюс 6 3 часа дня было минус 7 и получается я вышел вот на улицу да а снять вам показать сейчас еще выйду на улицу туда на дорогу покажу что делается показать вам что у нас такое за сноу-сторм и фризерейн короче резко потеплело и пошел дождь ну тот снег который шел как снег и как крупа стал дождем не хватает видите как это и в принципе завтра обещают тут все во льду во льду боюсь то что не подскользнуться сейчас еще выйдем туда завтра обещают сегодня ночью будет плюс 11 наверное это что-то все должно подтаять и завтра обещают до минус 16 по моему сейчас я выйду туда так идти чтобы не подскользнуться и не намочить фото сейчас секундочку покажу скользко покажу что с дорогами ну доехал я нормально видео вы видели там особо просто было пурга никакой там не было чего-то сверхъестественного так вот это у нас такое вот сейчас творится там чистят дорогу дождь ребята дождь и такие вот ручьи текут и такие кучи снега так что ребята сегодня у нас вот такой вот день с такой погодой 20 января пугует дождь я в мокрой куртке ну вы видите да вот тут вот что происходит очень интересно сноу-сторм так что ребятки вот такие вот дела но я думаю что мы это переживем все все будет хорошо всем пока завтра одеваем резиновые сапоги идем на работу так ребята тут на лужа по щекотку это утром паркинг показываем вчера это все растаяло накопилась вода а тут типа как бы низинка углубления сашина машина стояла вот здесь вот тут я ее выгнал сейчас мы ее зачищаем висели там на обогрев мы это уже стоит греется там девочку носивики выталкивали откапывал надо было было принято решение выезжать со стоянки с открытой дверью чтобы не было видно мне было видно что там творится потому что я боялся чтобы мы не в мерзли просто такой вот утро до девочку вы толкнули это откопали вот короче и дела что там такое но оттаивает уже слава богу вот такие дела друзья я немножко сонный на французский уже не попадая и короче будем оттаивать сашу всем пока это такой следующий день снова storm это думал что будет все нормально на дороге каток машины он по оси по выхлопные померзали ну пока еще не мерзли тойота эти можно поспасать маза тойоту и утро трав но надо их сгонять со стоянки быстрее все а а а